Итак, давайте потихоньку мы начнём. Не тверкинг, это очень хорошо. Итак, у нас... Тихо. Мы думаем, что оно свободное. У нас сегодня замечательная тема. Я её назвала, мне хотела 2.0. И я сейчас объясню, почему. Можно в следующий слайд? Здесь у нас программа. То есть я постараюсь рассказать сегодня о главных детекторах, то есть показателях биологического возраста, на что обратить внимание. И я дам такую достаточно подробную табличку по каким-то анализам, обследованиям и нормам. Не тем нормам, к которым мы привыкли, вот референтный столбик значения, а нормы, которые биохакеры или долгожители говорят, нужно держать. Про течка в здоровье, про диету мы будем говорить. Но, конечно, мы поговорим о добавках, нутрицептиках. И чтобы не было этому можно, этому нельзя, то есть я подобрала не очень много, но основные, которые всё же сейчас рекомендованы большинству населения. Потом после меня будет выступать Екатерина Щербина, врач-дерматокосметолог, и у Кати есть замечательное наглядное пособие биохакинга кожи лица. И после Анны Минника расскажет нам про полость рта. Для меня как гастроэнтеролога это очень важная тема, я сама её жду с нетерпением, потому что ко мне приходят пациенты с проблемой этой, и я понимаю, что кишечник здоровый, без нормальной полости рта, но просто не будет. Следующий слайд. Дальше. Про себя я уже рассказала. Те, кто немножко опоздал, я врач-диетолог-гастроэнтеролог. Практика у меня уже больше 10 лет. Дальше. И я начну своё выступление с причин, почему не получается найти комплайнс иногда с пациентом. Почему пациент уходит, либо не доверяет, либо у него не получается, например, коррекция веса, либо правильное питание. То есть это вот не у каждого. То есть мы, возможно, уже лет в 13-14 задумываемся о здоровом образе жизни, отказы от сладости, но приходят к этому не все. Сложнее всего девушкам, женщинам, которые сталкиваются, например, с проблемой веса после родов, лет ближе к 25-26. Они не знают инструментов. Поэтому мы сейчас все здесь разные. Кто-то уже подкованный такой, да, а кто-то ещё только нащупывает, возможно, только столкнулся с проблемой какого-то заболевания или лишнего веса. И на самом деле вот недоверие пациента к врачу добавкам, большое количество мифов. Но я думаю, если вы сюда пришли, всё равно вы уже какую-то информацию получаете. Есть кто прям против добавок, только лекарства среди наших работ? Я вообще против лекарств. Что такое вообще добавки? Это биологически активная добавка к пище. И вот я когда слушаю такого правильного врача, его лекцию, и его спрашивают, а с чего он начинает восстанавливать кишечник или снижать вес? Если он вам скажет, с пробиотика там, или вот с этой добавки, это неправильная позиция, потому что ни одна добавка без пищи не работает. Она биологически активная добавка к пище. Если гамбургером закусывать омега-3, то не будет результата. Дальше. Следующий слайд. И вот этот слайд отражает нам классическую медицину. Вот Любовь сказала, я против лекарств. То есть, почему Любовь против лекарств? Потому что в очень долгое время медицина развивалась по стратегии лечения симптомов, лечения заболевания. Не превенция, не предупреждение, не поиск главной причины. А вот есть у нас симптом боли, мы пьем обезболивающие. Есть у нас высокое давление, мы пьем гипотензин. То есть, снижающее давление. Есть высокий сахар, мы кулем инсулин. Ну, то есть, в некоторых случаях, конечно, бывает, что это уже невозможно обойтись без лекарства. Но, по сути дела, вот сейчас происходит этап, когда еще в 50-х, 60-х годах начала развиваться диетология. И она забросилась лишь потому, что лекарства были более выгодны. В развитии и исследовании лекарственных препаратов просто вкладывались больше денег. Поэтому они быстренько развивались. Сейчас немножечко меняются уже инвестиции, даже смотришь каких-то. То есть, это больше здоровое питание, больше... То есть, попробовали лекарства, поняли, что смертность только растет, да, и заболеваний больше становятся. Поэтому вот эта классическая медицина, компенсаторная, она потихонечку будет уходить, на самом деле. Я на это надеюсь. Дальше, следующий слайд. И смотрите, если мы начинаем заниматься медициной 2.0, как я уже сказала, до того, как делать какие-то обследования или принимать добавки, нам нужно все вот эти пункты потихонечку отрабатывать. То есть, первый это воздух. Если человек везде сидит в офисе, он не выходит на свежий воздух, да хоть сколько вы пейте железа, или, допустим, что еще у нас есть улучшающий, да, то есть, витамин В12, то, что влияет на кровотворение, без кислорода, кислорода не запускается процесс. Почему меня не очень устраивают пациенты, снижающие вес дома, например, или в спортивном зале? Я им объясняю. Вы можете сколько угодно заниматься в спортивном зале. Я сама вынуждена туда ходить, потому что плохая погода бывает. Но там нечем дышать. Там, ну, нет кислорода. Вот, ну, я задыхаюсь. Я начинаю зевать сразу вообще. Кислорода нет. С работы вообще. И наша клетка, которая должна сжигать жир, она не делает это без кислорода. То есть, ну, не происходит выработки энергии какой-то. И, по сути дела, процесс очень замедлен. Почему спортсмены профессиональные в масках таких кислородных...